Два разных мира. В одном из них разноцветные пятна островов на ослепительно-синем и сосны на скалистых берегах, стаи перелетных птиц и люди на шумных лодках. В другом – тишина и прозрачность воды, зелень водорослей и блеск чешуи, умиротворение и спокойствие. В каждом из этих миров свои законы и свои жители. Но есть те, кому доступны оба измерения. Например, немного неуклюжие на суше, но такие грациозные в воде пятнистые тюлени-ларги. Или готовые на все в своей любознательности люди – сотрудники Дальневосточного морского заповедника. Удивительного места, где соприкасаются эти две вселенные. И где Солнце каждый раз с удовольствием выходит из моря, чтобы через положенный срок так же радостно нырнуть обратно. Дальневосточный морской заповедник располагается на территории залива Петра Великого в Японском море. И занимает площадь 64 тысячи гектаров. 63 из которых приходится на морскую акваторию. Весь резерват разделен на четыре участка. Один на острове Попова в границах Владивостока, а еще три – западный, восточный и южный – находятся в Хасанском районе. Климат муссонный. Средняя температура января – минус 11, августа – плюс 20 градусов. В состав заповедника входят 11 островов, множество бухт, различные камни и кекуры, как называют одиночные скалы, столбами или конусами, возвышающиеся над морем. Особенным богатством отличается подводный мир. Около 200 видов рыб, примерно такое же разнообразие моллюсков, 450 видов ракообразных и 30 видов иглокожих. На островах произрастают 880 видов высших сосудистых растений, зарегистрировано 370 видов птиц. Это самый южный остров России, это остров Фурагельма, наши дальневосточные Мальдивы, изумрудное море, белый песок, чистейшая вода. Необитаемый, по сути дела, остров, там кроме нашего кордона ничего нет. Первый раз мы приехали в 87-м году. Тогда занимались наукой, и основная задача была просто набрать количество видов, что вводится в заповеднике. И в 87-м году первый раз забазировались на Фурагельма. Александр Ратников вместе с супругой – единственные жители на этом небольшом участке суши. Правда, остаются здесь лишь в теплые месяцы. Следят за территорией, ведут наблюдения за животными и почти ежедневно проводят экскурсии для туристов. Подготовимся и пойдем на маршрут. С часа около двух мы будем гулять. Я буду рассказывать. Маршрут Кольцевой возвращаемся сюда. Потом, если кто-то хочет загорать, купаться, вода, кстати, еще теплая. Остров, открытый в середине 19-го века, был назван в честь капитана Ивана Васильевича Фурагельма, впоследствии военного губернатора Приморья. В советское время здесь находились рыболовецкие участки и открывали звероферму. А в августе 45-го отсюда вели огонь по японским позициям на территории Кореи. Шло перевооружение перед войной и снятые пушки эшелоны вывезли на оборонительное сооружение сюда. Калибр 130 миллиметров и радиус действия 25 километров. Вот надо понимать, что такое 25 километров. Это вот эта батарея могла начать разваливать Гамовский маяк. И он бы не понимал, откуда стреляют. Легкий гром на горизонте, с моря нигде не видно этих орудий. Вот это вот вверху была маскировочная сетка. Здесь были укрепрайоны. Если посмотреть, здесь полно всяких остатков сооружений, которые выполняли функции охраны. И вот они ушли в 70-х годах. Освободившееся, грубо говоря, место, там, где не было загажено сильно военными, было решено создать резерват, который поможет сохранить наиболее ценные ресурсы. И с 79-го года он начал функционировать. На всех военных картах этот район был обозначен как закрытый для плавания. Ну, он сейчас так и есть в его цех. Казарму поубирали, армейский мусор повывозили, почистили, людей стало еще меньше. Нефтепродукты перестали периодически попадать в воду. Здесь из млекопитающих одни мыши, плюс кабаниха, которая переплывала лет 15 назад, до сих пор на острове живет. Гранит этих птиц, блин, несколько попыток было ее изничтожить. Она достаточно хитрая, достаточно умная и как бы до сих пор живет. А птицы, да, вот птицы здесь, конечно, это такая уникальная вещь. Вот долина Цапель, колпицы, желтоклювы, тут, да, тут филин живет. Уникальность данного места в том, что здесь у нас гнездица «Малая колпица», одна из редчайших. Она в 90-е годы была под угрозой уже исчезновения. Но на острове Фульгильм наукой была зафиксирована несколько, 4 пары, 8 особей. И изначально она начала размножаться, то есть ей здесь понравилось, и она начала гнездиться, то есть потомство. Здесь тихо, спокойно для нее. Интересно, что гнездятся многие птицы на острове Фульгильм. Здесь безопасно. Но за едой отправляются на соседний мыс островок Фальшивый, получивший название из-за того, что во время отливов становится полуостровом. Это именно место, которое для них важно, для их размножения, для их кормления. Большая, в общем-то, база для их пропитания. Собственно, вот это большое количество проток, то есть в них большое количество рачков, тины, рыбы. Это остепненные участки с маршевыми такими мелководными, солоноводными протоками, которые соединяют большие озера типа Птичьего, Лебединого, небольшие по площади, сотни гектаров, мелководные, с морем. Туда заходит пеленгас, заходит саргаан на нерест. На пляжах утром выходишь и гуляют просто речайшие колпицы, колвермеца вот здесь на отмели. А по берегу, прямо вот в нескольких метрах от кордона гуляют желтоклювые цапельки, красивые очень птицы. Тоже краснокнижные чешучные крохоли вот тут же плавают где-то в бухточке. Рядом куча бакланов, чаек, очковые чистики. Уникальное место на южном участке морского заповедника. Здесь вот мы можем посмотреть, если туда, мы увидим вот эту вот часть с протоками. Это лагуна Огородная, памятник природы. Собственно, опять же, вот эти вот сопка Сюдари и мыс Голубинный утес тоже являются памятниками природы. Здесь, если по прямой, то в 17 километров у нас проходит граница с Северной Кореей и с Китаем. Там самое теплое море, хотя самое беспокойное. Утром может быть полный штиль, как, кстати, часто бывает. А к обеду ветер раздует и будет уже почти штормовая погода баллов пять. То есть волна, буруны, накат, в море не выйти. Здесь море очень долго остывает. Любители даже в ноябре купаются. Ну, еще терпимая температура где-нибудь там 16 градусов может быть. Если штормами сильно не перебаламутит, а вот сейчас, я думаю, градусов 18-19 море здесь есть. Почему вот этот район очень интересный? Японское море одно из самых глубоких в мире. Три с половиной километра, если не больше. И здесь получается район, где встречаются эти теплые холодные течения. И поэтому огромное биологическое разнообразие. Просто огромное. И тропические, и северные виды. Так, для примера, это летучая рыба в посете, да. Потом фуга тут не раз в лагере снимал. Очень интересно нырять ночью. Почему? Очень много рыб выходит на охоту. Вот обычно я в том конце пляжа нырял, вот, а, ну, мягкая морская звезда, ну, все, она там, ну, лежит и лежит. Да, а тут одно из таких погружений, иду, вот эти кусты застрелили, и начинаю не понимать, что такое. А звезды повыползали наверх по кустам, их много достаточно. Там двумя, скажем, щупальцами держатся, а всеми остальными идет такая пляска. Вот что такое? Они ловят маленьких рачков, мизит. И весь куст, вот там, скажем, там 12 звезд вот этих на этом кусту, и все идет такой плавный танец. А днем они опять будут там, ни о чем. Кажется, что почти все обитатели подводного мира давно привыкли к человеку с камерой в окрестностях острова Фуругильма. И не просто подпускают его близко, но готовы позировать. Здесь места размножения крупнейшего популяции – ларги пятнистого тюленя. Он достаточно малочисленный, и вот льви на его доле как раз в морском заповеднике, вот на островах Римского Корцкого, на камнях. Вот здесь у нас рядышком есть небольшая колония – ларг. Эта срочная эвакуация с насиженных мест может выглядеть хаотичной, но в действительности имеет определенный порядок. У ларг есть иерархия, согласно которой самые сильные особи устраиваются на лежбищах поближе к воде, чтобы в случае опасности спастись первыми. Как все тюлени, они любопытные, подплывают, охотно позволяют себя фотографировать туристам, из-за чего бывают всякие нехорошие вещи, они потом под винты попадают, если не ограничивать, и уходят из тех мест, где их постоянно тревожат. Ну, их вообще как бы не сильно много, то есть они, в отличие от других, тюлени очень индивидуалисты, то есть они не образуют массовых лежбищ. Если самкость с детенышем здесь расположилась, в ближайших где-нибудь вон там он ляжет, то есть поэтому им места больше требуется. Даже на островах Римского-Корского в последнее время им не хватает лежбищ удобных для них, и они на льдах рождают и выкармливают детенышей, а поскольку сейчас не промышляют его, ну, раньше когда-то, да, раньше всех тюлени промышляли. Александр Ратников признается, что когда-то давно сам был охотником. Но чем ближе знакомился с животными, тем более странной становилась сама мысль о том, чтобы кого-то убить. Осьминогов здесь много. Осьминог – это вот у кого голубая кровь и три сердца на самом деле. И когда-то по дуре и по молодости я их там как бы добывал в пищу. Ну, наверное, как и все. Вот тут простая вещь. Как только ты начинаешь про эти объекты читать, а еще лучше наблюдать, да, то вот это уже желание, желание просто съесть тупое, оно начинает исчезать. Года три назад вот здесь прямо вот, ну, где я купался буквально, небольшая скалка, маленький осьминог. Я его назвал Оська. Ну, как осьминог. Вот я первый раз, потом и он выпался. Это не очень обычное поведение. Обычно они же прячутся, да, маленькие его съесть могут. А тут, я говорю, ты зачем вылез? Тебя вытащить можно. И потом как ныряешь, а часто ныряешь, ну, граница песка, там, камней здесь. И заходишь к нему, там, разбил ракушку, покормил. Он вылез, мы пообщались, я дальше пошел. Да, это намного приятнее, чем я бы его там взял, съел. Я еще голодный. Ну, как-то так. И когда вот это начинаешь понимать, ну, совершенно по-другому относишься ко всей этой природе. Медузы в человеческий рост и бесчисленные моллюски. Тропические рыбы-клоуны и большие каракатицы. Каждое погружение – это новые знакомства и впечатления. Меня всегда удивляло зимой. Ты погружаешься зимой, и ты попадаешь в лето. То есть ты привык, что там уже все черно-белое, там, деревьев нету, все. И вдруг ты падаешь, и там все зелено. Оно такое же, как летом. И лазаешь, и понимаешь, что вверху ветер, вверху очень холодно, все это перевеливаться, очень грустно. И так до последнего, до последнего лазаешь внизу. Там интересно. Там, кстати, самые высокие показатели именно прозрачности морской воды. Если посмотрите в штиль, когда стоишь на лодке, вот под тобой, там порядка 30 метров, ежики кажутся вот такими, хотя они вот такие, мне кажется, вот такими их видно, прям видно иголки, как они там перебирают, перебирают звездочки, морские гребешки лежат, белый песок. Мы планируем еще, начиная с этого года, проводить мониторинг качества воды на границе заповедника, в самом заповеднике. На границах, значит, мониторинг будем проводить в целях установления, насколько влияет купание массовое на качество морской среды. В сезон люди хотят, когда они отдыхают где-то там в Андреевке, других населенных пунктах, скучно, где, так сказать, присутствуют сбросы неочищенных сточных вод, канализации, где вода из-за этого цветет, и вот это вот массовое купание, как говорится, некуда ступить. Естественно, людям хочется тишины, чистого моря, и проникают, заходят люди. Ну вот, мы думаем над тем, чтобы на основании заключений научных определить бухту наиболее посещаемую, скажем так, нелегально, и упорядочить, уже сделать на основе допустимой нагрузки организованный там отдых. Есть проблема с отдыхающими. Среди них хватает очень добросовестных людей, которые не только свой мусор собирают, но собирают и чужой мусор. Но есть и те, которые в культуре еще поведения предстоит обучаться, оставляют горы мусора, вывозим периодически. И вторая проблема, это мусор морской. Это отдельная тема. Это поплавки, обрывки сетей, это какие-то бутылки, сброшенные с кораблей где-то далеко отсюда может быть Тихий океан Огромен. Организовываем волонтеров, убираем, но это процесс бесконечный, каждый шторм это новая гора мусора. Ну, мусор как, смотря откуда шторманет, если с югов, то он приносит тут ее и сколько. Там Северная Корея рядом, там как долбанет, там его по колено ходит. Геннадий Чупахин работает на побережье рядом с полуостровом Гамово, кордон у самого моря, окруженный высокими деревьями и скалами. 20 дней рабочая смена, после 10 дней дома. Хотя с таким графиком уже и непонятно, где настоящий дом. Восемь встал, позавтракал, пошел. Бывает, что всем выходишь, смотря какой период. Вот сейчас пораньше будем выходить, прям по рассвету. Прошел туда-сюда, пришел, чаю попил, что-нибудь поделал там. По хозяйству много делов тоже, но это так кажется, что нет. Сейчас вот листва начнут сыпаться каждый день. Вот так вот будет. Убирать же надо, противопожарную полосу, все это, косить. Потом опять в обход. Три обхода, все, вечер. До этого я работал в Тибохе, водолазом. Это Тихоокеанский институт биоргенической химии. Но мы доставали под водой сырье для науки. Они уже оторвались. Под водой все, мы брали по 250, по 300 образцов. Все берем, они пробуют, то, что активность показывает, мы набираем побольше, привозим сюда и наука работает. Вот это серый еж, который принимают японцы. Он у них достаточно дорогой, идет в пищу. Они едят его просто? Едят, едят. Икру. Там икра идет такими дольками. Да, да. ну, она достаточно дорогая. А вот это вот плоский еж. Плоские ежи, они очень целебные. Очень целебные. Настойку на этом еже делаются. Вот ангину убивает сразу, герпес, улучшение зрения, там сердечные вещи. Целый комплекс. Практически такой. Я думаю, что это вот вещь не хуже женщины. Вот это трепанки. Это вот основной продукт, из-за которого браконьеры лазят в заповедник. Они его потом продают китайцам, сушат, ну, в общем, используют где угодно. Трепанк – это галатурия, ну, иглокожая. Это ближайший родственник морских звезд, ежиков, только вот он мягкий и содержит кучу антиоксидантов, еще там полезных веществ. Ну, китайцы его употребляют везде, они его добавляют, то есть это называют морским женщинем. Браконьерство – это порождение, наверное, второй половины девяностых. Когда открылся Китай с его бешеным спросом и просто огромными возможностями потребить биоресурсы, по-хорошему катер с водолазами способен за ночь, если к нам вот ворвется и мы тут не отреагируем, не знаю, но речь идет о тысячах и даже не рублей. Для нынешних целых достаточно порядка сотни трепанга, чтобы пойти по 256-й как особо крупный ущерб. Утром, рано утром я вот на этой лодочке обход делаю. Три бухты обхожу. Ну, конечно, на ней-то я никого не догоню, но сообщаю на центральный кордон, а там мы связаны с пограничниками. Ну, таким образом и задерживаю. Нам хватает сейчас просто вот сфотографировать, привязать их к заповеднику. И они пограничники, поэтому по этой фотографии находят катер, приходят, забирают, нарез площадки. Пока это все будет длиться, там, протоколы, все дела, это больше месяца. Месяц не работает же. И если тем более в сезон, все, продавай катера или ищи работу новую. Сложно брать, конечно, море, это не суша. Здесь на бордаш не пойдешь. Тем более, что сбросить питомцу с грузом, это доли секунды, зафиксировать его с грузом сложно. Это каждый раз задержание, это сложная операция с задействованием не только нас. Это пограничная служба ФСБ, это обязательно ОВД. Что вы здесь делаете? С какой целью погружались в особо охраняемой зоне заповедника? С дайвингом? Хорошо. Это чья продукция? Не знаете, да? Ну, было дело, когда в темное время суток боролись с браконьерами и на лодках, естественно, на море. И они пытались именно таранить. Даже не пытались, они именно таранили нашу лодку и чуть не потопили. В основном ныряют водолазы здесь нам в море. Мы подошли к лодке, она, получается, при поднятии водолазы, то есть, она вокруг нашей лодки начинает кружить, создавать волну нагонную, чтобы пытаться нас как бы утопить. Браконьеры таким вот образом действуют нагло. У них борта большие, получается, лодки здоровые. Оружия у нас нету, ракетницы запускаем в них, получается. Не в них, но вот осветительные и так шугаем их ракетницами, бомбочки делаем, спетарды всякие, то есть, таким вот образом, то есть, ошугиваем их. Ну, а напугать их как бы все равно, они понимают, что утопители нас не утопят. Они отбивают таким вот образом водолазов. Они водолаз, получается, забрасываются на лодку и они уходят. Некоторые уже просто перестают ходить из-за того, что, ну, раз пришел, ничего не взял, второй раз, третий раз, бензин все дела и сами просто сдуваются потихоньку. Ну, и много переловили. Вот за тот год пограничники только больше ста бортов были. Ну, это южный участок, посточный участок. В морском заповеднике говорят, что теперь, после передачи введения федерального учреждения «Земля леопарда», здесь обязательно многое изменится. И борьба с браконьерами станет эффективнее. Должны закупить и новые катера, и набрать больше инспекторов. А пока делают все возможное. Здравствуйте. Вы бачите? А, снимаете. Снимают. Фотографируют. В 80-е годы можно было просто пойти купаться во Владивостоке и набрать на скоблянку трепанга. Прямо на набережной. Сегодня его повычерпали достаточно сильно, несмотря на то, что он активно размножается, как все иглоконки, кожи массово. Во многих бухтах он просто исчез. Оно же было везде на самом деле. Везде. Но вот это массовое вычерпывание бездумное. Бездумное. Понимаете, вот я могу задать вопрос, и вы вряд ли на него ответите. Сколько растет мидия? Вот его весь водил. Только она не запретная, не особо охраняемая. А большая мидия есть в музее и образецах в заповеднике, которой сто лет. То есть, большая мидия растет два человеческих поколения. Вот и задайте себе вопрос, она вам сильно нужна? Вы ее используете на назывки. Гребешок на третий год можно есть, его развести легко, а мидию нет. Понимаете, когда начинаешь больше понимать, то начинаешь по-другому к этому относиться. Проводя наблюдения на острове и выступая гидом для туристов, делая фотографии и снимая видео под водой, Александр Ратников старается сделать так, чтобы как можно больше людей смогли вместе с ним увидеть красоту этих мест и разделить его радость. Это восхищение, которое испытывает каждый сотрудник Дальневосточного морского заповедника. И даже те, кто работает здесь много лет, точно знают, что каждый день не похож на предыдущий, что меняются очертания и краски, и что достаточно нырнуть в воду вслед за уходящим солнцем, чтобы оказаться в еще одном удивительном мире. КОНЕЦ